Музыка Кроме чтения гимназических впечатлений и общения со свертниками, с преподавателями, самым прямым образом на формирование мировоззрения Владимира влияла и окружающая действительность, в первую очередь его родной город Симбирск. В то же время, с момента основания в середине 17 века, город впитал в свою плоть и кровь устои основательности, размеренности, надежности, которые все вместе и рождали у былых симбирян ощущение собственной крепости, готовности стоять на страже своей державы. К тому времени, когда здесь жила семья Ульяновых, давно уже не оставалось ни стен, ни башен былой крепости 17 века, но дух и ощущение крепкости, обязанности и долга быть верным и надежным оплотом страны жили в провинциальном Симбирске прочно. Не из этих ли чувств, сыновней, любви и личной причастности к судьбам Отечества родились здесь истинно патриотические умонастроения писателей Гончарова, Неверова, поэтов Языкова, Садовникова, Минаева, героя-партизана Давыдова и многих других Симбиря. Не может быть и сомнений, что такими же чувствами и мыслями руководствовался и Владимир Ульянов при выборе судьбы. Известен любопытный случай, о котором вспоминал позже все тот же Наумов. В 1878 году, когда он, как и Володя Ульянов, учился в гимназии, завершилась русско-трецкая война, в которой Россия выступила в защиту Болгарии против Османской империи. В обществе, да, и в семье Ульяновых отношение к ней было сложно. С одной стороны, как не помочь братьям-славянам? С другой, очень много жертв понесла тогда Россия. Однако, когда война победоносно завершилась, и в Симбирск возвращался калужский пехотный полк, то гимназисты с радостью и восторгом бежали вслед уходящие в город Калуни. В тот день все население выспало на улицу, вспоминал одноклассник Владимирович. Звонили калкала, играли оркестры, люди плакали, целовались, кричали «Ура!», пели «Боже, царя храни!». И это гордость за Россию, которая помогла болгарам, и при этом достойно защитила свои интересы, наполняла и сердце юного Володи. Иначе и не могло быть. Воспитание в законопослушной семье, консервативной классической гимназии, традиционное почитание царствующих особ, которые собой символизировали родную страну, неизбежно формировали чувство принадлежности и любви к Отечеству. И даже традиционный для юношства некий стептитизм по отношению к власти, обольных сфер и проблем всегда для этого достаточно, скрашивался добрыми чувствами к родной земле, сопричастности к великому народу. Содействовал этим настроением и монументальный памятник российскому историклаху Карамзиноста, стоявший прямо напротив входа в гимназию. В Симбирске по тем временам неплохо были развиты сферы образования и культуры. Особенно заметно здесь в 1870-80-е годы росло число образованных людей и творческой интеллигенции. В городе работали мужская и женская гимназии, уездное народное и приходское училище, фельдшерская школа. Появилась в первой стране национальная чувашская учительская школа, созданная в 1868 году, тогда еще гимназистом Иваном Яковлевым. Очень популярным были городской драматический театр, несколько богатых книгами и библиотек, и, безусловно, в достатке имелось множество питейных и увеселительных заведений. Особая забота в Симбирске всегда проявлялась о храмах. В городе к началу XX века на 42 тысячи человек функционировали два монастыря, более 30 храмов, культовых учреждений и иных конфессий, а также два десятка домовых церквей. На фоне этой роскоши преобладали скромные домишки и в очуде простого люда, из низших сословий, которые в большинстве жили в бедности и безграмотности. Еще более зримо эта дисгармония проявлялась в масштабах всей губернии. Симбирск в тот период был административным центром огромной симбирской губернии, площадью в 43 491 квадратную версту, сопоставимой по размерам разве что со Швейцарией, Голландией или Данией. Проживало здесь в 8 городах, 550 селах, 119 сельцах и 967 деревнях более полутора миллиона человек. Великоросс, татары, башкиры, чуваши, мар-2 и другие национальности. Это полтора процента от всего населения Российской империи. Существенно выделяло губернию обилие дворянских владений, принадлежащих членам царской фамилии и самым именитым дворянам страны. Здесь блистали фамилии Ивашевых, Карамзиных, Коровиных, Мусиных, Пушкиных, Орловых, Орловых-Давыдовых, Столыпиных, Толстых, Тургеневых, Хованских, Шедловских, Шишковых, Йорловых, Языковых и многих других. Не случайно главный город-губерний Симбирск в те годы именовался барином городов-поволжцев, дворянским гнездом.